Утренняя молитва в Москве. Сегодня у нас 8 июля 19 июля. Спасибо, Господи, за всё. Спасибо, Боже, за жизнь. Спасибо за эту трансляцию. Спасибо, Господи, за всё. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Иисусу Христу. Слава нашему Спасителю. Искупителю рода человеческого. Аллилуйя. 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 Мой возлюбленный прекрасен. Аллилуйя. Слава Богу, друзья. Доброе утро всем, кто подключился, кто подключается. Сейчас приветствую всех с Москвы. У меня здесь сзади даже есть Лос-Анджелес и Сеул ещё. В то же время по Лос-Анджелесу и время по Сеулу. Слава Богу. А так, сегодня я в Москве. И имею возможность выйти в эфир. Слава Богу за это. И у нас в Туле я не могу. Так вот, даже чисто физически не получается. Вот. Но, слава Богу, что здесь вот в гостях могу выходить в эфир прямой. Вот. Слава Богу. Аллилуйя. Дэн подключился. Вижу надпись Аллилуйя. Вот. И вчера, пока ехал сюда на служение, я вчера рано утром выехал. Ну, в это же время. Ну, раньше. Не, раньше. Немного раньше. Выехал, значит, в Москву. И вот примерно в это время как раз вот эти стихи родились у меня. Песню я так напевал для себя. Очень люблю эту песню. Вот. Такую мессианскую, еврейскую, христианскую песню. Вот. Вчера даже немного пел ее. Но без куплетов своих. Вот. И пока ехал, родились еще дополнительные куплеты. Очень интересно. Я попробую сейчас вот тоже спеть их. И вместе с вами прославить Господа. Да. Аллилуйя. Мой возлюбленный прекрасен, краше тысячи других. Вид его подобен кедру на подножьях золотых. Вот он идет, Господь грядет, мой возлюбленный грядет. Вот он идет, Бог мой грядет, мой возлюбленный грядет. Мой возлюбленный стучится, отвори, сестра моя. Время пенья настало, голубица чистая. Вот он идет, Господь грядет, царь возлюбленный грядет. Вот он идет, Бог мой грядет, царь возлюбленный грядет. Мой Господь Иисус Спаситель, Ты, Христос, Ты, Божий Сын, Всего мира Искупитель, Всей земли Ты, Господин. Вот он идет, Господь грядет, мой возлюбленный грядет. Вот он идет, Бог мой грядет, царь возлюбленный грядет. Океан любви безбрежный, Твои ласки для меня. Мой Господь, Ты, Господь, Ты, Самый нежный, царь небес, люблю Тебя. Вот он идет, Господь грядет, царь возлюбленный грядет. Вот он идет, Бог мой грядет, царь возлюбленный грядет. Весь Тебе принадлежу я, В моем сердце Ты живешь. Здесь по небу я, тоскуя, Верю, царь, Ты, вновь грядет. Вот он идет, Господь грядет, царь возлюбленный грядет. Вот он идет, Бог мой грядет, царь возлюбленный грядет. Гряди, Господи Иисусе, слава Тебе, слава Тебе и хвала. Этим утром восхваляю Тебя, Господь мой Спаситель, Искупитель мой живой. Кровь святая Твоя, Господь Божий, омыла меня, искупила меня. Слава Тебе, Господь, слава Тебе, Агнец Божий на престоле, слава Тебе, аллилуйя. Благословен Господь Бог наш, Искупитель наш, благословен Целитель, Освободитель, аллилуйя. И ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся, аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Братья, сестры, приветствую всех вас, доброе утро всем, благословляю всех вас. Вот здесь я вижу тоже, так, я сюда поверну сейчас этот монитор, чтобы видеть точнее все. Вот, вижу теперь, да, сообщение Баракуда, да. Благословенного дня, пастор Александр, пишет тоже, Господь благ, роман, аллилуйя. Шалом, пастор Сергий, слава навеки Господу нашему Иисусу Христу, аллилуйя. Братья, благословляю всех вас во имя Господне, аллилуйя. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя, да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя, да обратит Господь лицо Своё на Тебя и даст Тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь, аминь. Благословляю всех вас, возлюбленные. И вот сегодня Псалом, читаю, у нас называют еще его в народе так, живые помощи, да. 90-й Псалом. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего, покоится. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Перьями своими осени тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение истины его. Не убоишься ужаса в ночи, стрелы летящей днем. Язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут подле тебя тысяча, и десять тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизиться. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал Господь, упование мое Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо ангелам своим заповедуют о тебе, охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не притнешься о камень ногою твоею. На аспиды Василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его. Защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне и услышу его, с ним я в скорби. И избавлю его, и прославлю его. Долготой дней насыщу его, и явлю ему спасение мое. Аллилуйя, спасибо тебе Господь. Тысячелетия прошли, но слова эти мы читаем и вдохновляемся до сих пор. Слава Господу. Да, Елена пишет, да, тоже, как я рада, что мы опять вместе, что день начинается правильно. Аллилуйя, слава тебе Господь за правильное начало. Благодарю Бога Всемогущего. Правильное самое начало, это в присутствии Бога. Это в присутствии Господа. Это вчера как раз здесь я проповедовал, в Москве. И, кстати, была трансляция, но не у меня на канале. Я не справился технически, не смог почему-то вчера сделать. Вот, что-то не получилось, что-то техника забарахлила. Но, слава Богу, здесь в церкви Агапа у братьев все хорошо, налажено уже. Там у них целая команда есть уже, и операторы, и монтаж, и все прочее. Молодцы. Вот, самого пастора Николая не было, кстати, он сейчас в Корее. А, значит, ну, были другие пасторы, были служители. Вот, и очень было вчера такое важное, хорошее служение, я считаю. Вот, и у них трансляция вся сохранилась. Церковь Агапа. Церковь Агапа, значит, город Москва. Пастор Николай Джен. Можете в интернете найти. Вот, и я вчера как раз тоже говорил, что многие проповедники очень правильно говорили, что важно быть на правильном месте в правильное время. А правильное место и правильное время самое, это пребывать в Господе всемогущем нашем Отце. Света Дьяченко, да, пишет, да, шалом драгоценный, аллилуйя. Я, слава Богу, братья и сестры, благоставляю паки и паки, как говорится, снова и снова благоставляю всех вас во имя Господне. И за то, что Он возлюбил меня, избавлю Его, защищу Его, потому что Он познал имя мое. Возлюбив Его, мы познаем имя Его. Что вот этот Божий покров, эти стихотворения, я вчера, правда, я не прочитал, до этого дела не дошло, ну, там как бы уже и по времени, значит, немного я затянул чуть-чуть. Тем более, вчера было еще хлебопреломление, причастие такое, ну, общее церковное. Да и часто в протестантских церквях, где я бываю, которые я знаю, в большинстве, в русскоязычном мире однозначно, большинство подавляющих протестантских церквей, как раз в первые субботы или первое воскресенье, значит, первое служение в месяце проводят причастие, хлебопреломление. Вот и вчера тоже было здесь как раз причастие. Вот, но сегодня сейчас хочу с вами также принять причастие, хлебопреломление, Евхаристию, рассуждая о теле и крови Христа, и в этом тоже познание наше, познание имени Его, познание Господа и наша любовь, взаимная любовь, потому что Он доказал Свою любовь тем, что действительно отдал самого Себя за нас. Господь доказал эту любовь Свою, сверхъестественную, человеческому и ангельскому уму непостижимую любовь. Спасибо тебе, Господь. И во Христе Бог примирил Собою мир. Аллилуйя. И тогда, еще вот, записано было у Иоанна слова Иисуса в 7 главе, 37-39 стихи. Иисус возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко Мне и пей, кто верует в Меня у того, как сказано в Писании. Из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о духе, которого имели принять верующие в Него». Да, эти слова были сказаны еще до времени благодати, еще в таком некоем переходном периоде от времени закона к времени благодати. И Он говорил как раз к тем людям, которые были в ожидании, будем так говорить, ожидали этой благодати, в которой ныне мы купаемся. Слава Богу! И благодарен Богу за то, что сегодня уже, как сказал сам Иисус, верующий в Него, Он уже не жаждет уже, да. Потому что уже перешел от смерти в жизнь, потому что уже вода, которая в нас, она сделалась в нас и делается в нас источником воды, текущей в жизнь вечную, потому что уже проистекает, уже вода это реки воды живой. Аллилуйя! Спасибо тебе, Господь! Лидия, да, подгорного, шалом, пастор Сергий, благословите на поездку в Иерусалим, завтра самолет. Ух ты! Благословляю, конечно, да, благословляю во имя Иисуса Христа. Пусть Бог благословит и перелет, и пребывание там в Иерусалиме. Слава Богу! И всех братьев, сестер, кто намеревается лететь в Иерусалим, в Израиль. Я молюсь о поездке, давно не было. Я был тут всего один раз, и это было давно уже, да, это было даже не помню в каком году. 2005 год, наверное, или 2006, наверное, год. То есть, достаточно давно уже по времени, и тогда еще визы нужны были, сейчас уже визы даже не нужны. Вот, и неделю был на экскурсиях, всю неделю. Вот, и, конечно, эта неделя, она перевернула очень многое во мне, вот, в моей духовной жизни вообще. Слава Богу! Так что, на 9 дней, люди пишут, да, паломничество по святым местам. Слава Богу! 9 дней. Я был 7 дней, получается, да, 7 дней был. Вот, Бог усмотрит, да, Иегова Ире. Бог усмотрит, хотел бы осенью быть как раз. Об этом уже молился, и о ранней весной, и молюсь, и сейчас тоже. Пусть Господь благословит всех вас, братья и сестры. И сегодня в этом причастии Евхаристии, Хлебопреломлении, сегодня мы, купаясь в этой благодати, рассуждаем о теле крови Христа, как действительно о величайшей святыне нашей, да? Величайшей святыне. Потому что кровью Христа, телом ломимым Его, спасение пришло в жизнь нашу, в жизнь верующих. Спасибо тебе, Господь! Спасибо тебе, Господь, за все! Благодарю тебя и благоставляю великое имя Твое! Аллилуйя! Слава тебе, Господь! Благоставляю всех вас, братья и сестры, сегодня, сейчас рассуждать об этом. И центром, вот вчера там песня была, если не помню, как она называется. Там слова такие есть, Иисус центр, Иисус центр, или будь центром. Ну, это, я так понимаю, одна из корейских песен, или же перевод с корейского, наверное, так был сделан. Но очень интересная песня, вот, и действительно, он есть, как в Деяниях написано, да, в 4 главе, 11-12 стих. Он есть камень, вот выражение, он есть камень, действительно, соделавшийся головою угла, и нет ни в ком ином спасения. И вот это исповедание веры, символ веры, апостольский символ веры, настоящий, он записан здесь, в Деяниях, по-настоящему, так как верили апостолы, нет другого имени под небом, данного человеком, которому надлежало бы нам спастись. Спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо за то, что и сегодня, сейчас, ту же веру апостольскую, евангельскую, Христову, мы исповедуем. Исповедуем и ныне. Спасибо тебе, Господь. Аминь. Братья и сестры, вот, и молюсь здесь за церковь Агапа, вот, за пастора Николая, Светлану, за их семью, семью Джен, и молюсь о служителях этой церкви, вот, и молюсь вместе с братьями моими, сестрами о духовном пробуждении здесь, в Москве. Кстати, я, вот, и завтра, даст Бог, утром тоже смогу выйти в эфир, получается, завтра у нас вторник, да, а вечером во вторник, если получится, сделаю трансляцию тоже. Вот, я думаю, получится, значит, я, потому что заранее уже буду приготовляться, значит, и вечером здесь по московскому времени в 10 часов вечера, по-моему, и аж где-то до часу ночи будет молитва проходить. Ну, такая, все ночное, вот, и я сделаю, постараюсь сделать с 10 часов вечера до часу где-то, вот, получается, ночи трансляцию со вторника на среду, одним словом. Вот, и тоже поделюсь словом, как раз именно словом о молитве, слово и свидетельство тоже хочу, как раз сказать, о молитве, о том, что есть молитва, о том, что это есть общение с Богом, действительно, живое общение с живым Богом. И в этом все наше, действительно, в этом вся наша жизнь, вот, как древние отцы говорили, это как дыхание души, как вот без дыхания человек, тело его бездыханным становится, да, мертвым. Мы не можем жить без этого дыхания. Вот так же и душа наша создана Богом, и она создана для Бога, и во имя Бога мы живем и существуем, и мы живем и движемся и существуем, и без общения с ним человек, он задыхается просто, он просто задыхается, он не может, он не может существовать. Вот, и человек, он не только гомо-ролигара, да, человек религиозный, да, значит, он, ну, да, гомо-сапиенс, да, известно, а еще, можно сказать, гомо-ролигара, то есть, человек религиозный, но он еще человек молитвы, человек молитвенный. Вот, и завтра, даст Бог, поделюсь об этом как раз из Писания тоже, из Ветхого, из Нового Завета, хочу примеры привести некоторые, ну, посмотрю, как там по времени будет, но, в принципе, ночью мы никуда не спешим, вот, и молитва будет такая, как раз ночная, слава Богу Вот, а потом, после часу дня, после часу ночи, даст Бог, тоже как раз продолжу здесь уже, в келье Хорошо, друзья, вот, и сегодня, рассуждая о теле крови Христа, рассуждаю, молюсь и причащаюсь к телу крови Христа Сегодня у меня здесь маца, я в дорогу взял с собой мацу, вот, и у меня здесь, вот, просто вода И хлеб и вода, самый простой образ, знаете ли, поэтому, если есть возможность у вас сок, да, сегодня, то соком причащайте Конечно, вот, виноградном, да, значит, если нет, то уже что есть у вас Я, допустим, чаще всего, в последнее время, вот, просто воду беру и беру хлебушек, разные хлебы Сейчас у меня маца, допустим, еще с Пасхи аж у меня, вот, осталось, вот, много накупил мацы этой Вот, так что, ну, специально, чтобы еще в течение, там, каких-то месяцев после, даже Пасхи, ну, совершать причастие мацу Вот, вчера, допустим, причастие здесь в церкви было такими маленькими, как вот католические эти обладки, да, вот, значит, такие лепешечки, такие пресные Вот, не вещество само важно здесь, понимаете ли, не качество хлеба или вина, а качество нашей веры, нашего рассуждения о теле крови Господа нашего Иисуса Христа Да, и вчера, как раз, один из пастырей, один из служителей здесь, корейской этой церкви, зачитывал, как раз, местописание, вот, апостол Павел, как пишет Каримфинам, да, что, значит, что нужно рассуждать о теле крови Христа Он, как раз, убеждает Каримфин в этом И он, как раз, говорит апостол Павел, что, вот, немало и болеют, и умирают, значит, люди, вот, не рассуждая об этом Вот, и действительно, очень нехорошо, да, это вообще даже ужасно, когда благоставения Божьи проходят мимо, и человек не воспользуется этими благоставениями Но я не хочу быть таковым, я не таков, я рассуждаю ныне, ныне я не таков, почему? Потому что я рассуждаю ныне о всей благодати Божьей И надо, знаете ли, есть полуправда некая, которая бывает хуже, чем порой откровенная ложь И, вот, касательно причастия, касательно Евхаристии, это очень четко видно Об этом я говорил уже, как-то неоднократно, вот, в прежних трансляциях, тоже, касательно хлевопреломления Вот, но ныне скажу вновь, что мы должны рассуждать, не частично, а о всей этой правде Божьей Обо всей этой правде Божьей Вот, и, во-первых, кровью Иисуса Христа, чистого и непорочного агнца, да, я спасен Я спасен, навеки спасен Вот, мне, живущему на земле, в этом временном измерении, в этом временном мире, конечно, это все чудно Это, ну, мягко говоря, чудно Вообще, если по совести, это даже не понять вообще Как? Я живу во временном измерении У меня есть, да, вот, пример, есть начало трансляции, да, сегодняшняя трансляция Вот, в шесть утра включился Есть, значит, сейчас уже почти полчаса прошло Вот, знаете ли, время как быстро прошло, представляете? Вот, значит, и уже вот то, что было полчаса назад, уже не отмотать уже Вот, мы живем в таком потоке Этот поток времени, он потрясающий, он красив Это Божье творение, одно из Божьих творений, самое время Бог, Он превыше времени И поэтому нам уразуметь нашего Отца, Бога, Творца, Создателя Ну, скажу так, возможно только лишь любовью и верой Потому что, ну, так невозможно по-человечески это понять Потому что мы живем во временном этом потоке А Он выше этого И Его спасение, Его прощение, Его исцеление, освобождение Нам не понять до конца Можно лишь принять это верой, принять это любовью Ну, что я и делаю тоже И к чему призываю народ Божий, всех верующих Действительно это осознать и принять Любовью и верою Вот, и надеждою нашей, да Вот, я, значит, сегодня рассуждаю о чем И как говорю сегодня Сам себе, и говорю это вам всем Вот, говорю это пред Господом В присутствии святых ангелов Божьих Приветствую вас, ангелы Господни, посланники Всевышнего И сегодня я преломляю хлеб И поднимаю этот бокал Да, просто, казалось бы, вода и хлеб Но я рассуждаю о теле и крови Христа моего, Спасителя моего Каким образом? Что кровью Иисуса Христа и телом ломимым Его Я спасен Навсегда, навсегда, навсегда Да, я живу во временном потоке Но я верю, что спасение это произошло в вечности В вечности И да, я просто это любовью и верою и надеждою принимаю Принимаю, принимаю и благодарю Бога Живу этим И вот это вечное, оно во временном Великое в малом Безграничное в ограниченном Каким-то образом умещается, проявляется Вот это и есть подвиг веры Это и есть путь христианина Потрясающее Спасибо тебе, Господь Благодарю тебя А также верую и исповедую это устами своими Что не только я спасен Навсегда, навсегда, навсегда Но я исцелен Благоставлен всеми благословениями небес Освобожден Да, слушайте Принимаю веру и великое благословение Божье Спасибо тебе, Господь Спасибо тебе, Святой Благодарю тебя, Господь, за все Благодарю И благоставляю великое имя Твое Спасибо тебе, Господь Слава, 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 слава Великое в малом Безграничное в ограниченном Вечное во временном Спасибо тебе, Господь За это таинство веры Таинство тела и крови Твоих Спасибо тебе За Голгофу, за кровь Я тебя благодарю За воскресенье Твое За победу Твою За Голгофу, за кровь Я тебя благодарю За воскресенье Твое За победу Твою За жизнь вечную Бесконечную Жизнь счастливую Пресчастливую Благодарю Благодарю Тебя, Отец Бог мой, Царь мой, Иегова Бог Аврама, Исаака, Израиля Аллилуйя Благодарю Благодарю Тебя, Иисус Христос Христос Спаситель мой Господь мой Царь мой Искупитель мой Брат мой Друг мой Благодарю Благодарю О Дух Святой Ты всегда со мной Утешитель мой За все Я благодарю Я тебя Мой Бог Бог Люблю Благодарю Тебя, Отец Благодарю Тебя, Отец Тебя, Иисус Благодарю Благодарю О Дух Святой За все Я благодарю Я тебя, Господь Люблю Я тебя, Господь Люблю И за все Благодарю За жизнь Вечную Бесконечную Жизнь Жизнь Счастливую Пресчастливую Благодарю Тебя, Отец Благодарю Тебя, Отец Тебя, Иисус Благодарю Тебя, Иисус Благодарю О Дух Святой Благодарю За все Я благодарю Я тебя, Господь Люблю Я тебя, Мой Бог Люблю И за все Благодарю Аллилуйя 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 Виталий тоже пишет Да, приветствую всех Детей Божьих Именем и любовью Господа Иисуса Христа Аллилуйя Аллилуйя Виталий И вас приветствую тоже Света Дяченко Да Молитесь так же И о нас Чтобы Бог Отверз нам дверь Для Слова Аминь Аминь Виталий тоже сестра Лидия Вы отправляетесь в Израиль Благословит вас Господь Но святое место там Где открывает Бог То есть на всяком месте Аллилуйя Аллилуйя Слава Богу Святое место Святое место Храм Божий свят А этот храм Ты и я Я и ты Каждый Верный Спасибо тебе, Господь Аллилуйя Спасибо тебе, Господь Что ныне храм твой святой Это живой человек Это мы Ныне В тебе, Господь Спасибо тебе Спасибо тебе, Господь Благодарю тебя За совершаемое Таинство, Господь Верой Слава тебе За тело твое Аминь Кровь твоя Аминь 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 Слава тебе, Господь Слава тебе, Господь Благодарю Тебя, Господь, за таинство тела и крови. Тело Твое – это я, кровь Твоя – это я. Ты живешь во мне, а я в Тебе, Господь. Я и Отец одно. Спасибо Тебе, Господь, спасибо. Спасибо, что два тысячелетия раскрывает это великое таинство, Господь, в миллионах и миллионах верующих. И ныне, Господь, Боже, Церковь Твоя по всему лицу земли, Боже, прославляет Тебя, Господь, слава Тебе. Совершай великое таинство веры, Господь, Христос в нас, упование, славы. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь, благословенный Бог наш. Благословенный Господь. Аллилуйя. Благословляю вас, братья, сестры. Благословляю сегодняшний день. Сегодня, как раз, тоже общение будет. И сейчас должны приехать тоже служители. Пастор Владимир должен приехать. Пообщаемся. Слава Богу. Вчера он вечером написал, что будет утром сегодня. Вот. Слава Богу. Так что благословляю всех вас. Молюсь, благословляю сегодня. Молюсь о духовном пробуждении Москвы. Всей России. Молюсь о Киеве. О поездке в Киев. Уже через месяц, даст Бог, буду в Киеве. В Харькове, в Киеве. Вот. И 18 августа, напоминаю, приглашаю всех на собор. Служение в Киеве у нас. Я буду проводить на Кловской, улице Первого Альского, 6. И это будет не просто собрание. Это собрание будет собор, посвященный преображению Господнему, преображению нашему, преображению Церкви Божьей. Так и назвал. Преображенский собор. Как в прошлом году, как раз, тему преображения поднимал. Тоже. И в этом году вновь будем продолжать одним словом. Продолжать. Это 18 августа, воскресенье. А 19 августа, в понедельник, сделаем такую встречу. Кто имеет возможность, подъезжайте уже на левом берегу. То есть, служение будет на правом берегу, на Кловской. А 19 августа уже на левом берегу Киота. Если будет хорошая погода, я думаю, что будет хорошая погода в августе месяце в Киеве, то проведем, значит, прямо в парке Киота. Если там какое-то ненастье, непогода, то перейдем туда в квартиру, в помещение проведем. А так прямо в Киото, в парке. Возле пагода, там, ориентировочно. Метро Лесова. Да, друзья, благоставляю всех вас во имя Господне, во имя Иисуса Руслан. Пишет, да, приветствую всех братьев и сестер, благословенного в Господе нашем Иисусе Христе. Аллилуйя, аминь, люди, пишет, да. Виталий, брат Сергей, как вы относитесь к харизматическим общинам и тому, что происходит на их собраниях? Я к любым общинам, где славится Иисус Христос, неважно, как они называются, отношусь хорошо, положительно. Вот, и славлю Господа, ибо Он благ. Роман «Благословен Господь». Аминь, аминь. Благоставляю вас, братья, сестры. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры. Ибо нет другого имени под небом, данного нам людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Слава Иисусу Христу, на веки слава Богу Святому. Аминь. Аллилуйя. Из города Москвы, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, реформаторская православная церковь, Христа Спасителя, Киевская архиепископия. Мир всем вам и благодать да умножится в познании Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Да, и как по скриптум, если вы в Москве или в Петербурге, то пишите на Viber, WhatsApp. Буду рад встрече, общению в эти дни до начала августа. Вот, Москва и Петербург, откликнитесь. А также, кто имеет возможность участвовать в моем служении финансово, тоже, значит, принимайте это участие с территории Украины, с территории России. Под каждым видео есть полная информация. Не поленитесь, скопируйте себе, вашим друзьям разошлите обязательно, вот, кто находится в Украине, в России, пусть тоже принимает участие, слава Богу. Вот, ну и в Москве, напоминаю, сейчас я в Москве, на протяжении июля буду большей частью здесь, я и в Петербурге. Вот, пишите, буду рад встрече. Вот, ну и, конечно, киевляне, привет огромный, вот, и молитесь, друзья, где бы вы ни были, молитесь, поддержите в молитве, хоть в Иерусалиме, поддержите в молитве за собор предстоящий в августе месяце, 18 августа. Жду всех вас в Киеве. Все, с Богом, мир всем вам и благодать. Аллилуйя, 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 Аллилуйя.